Сарай горели буквально в считанных метрах от жилых домов. Пожарным удалось не допустить, чтобы огонь распространился на эти постройки. Вот только справиться с этим оказалось не так и просто. Пожарный гидрант располагался в нескольких сотнях метров от нужного дома. Однако он был под большим слоем снега и льда. На очистку с помощью специальной техники потребовалось несколько минут. К сожалению, в зимний период пожарным подразделениям приходится достаточно часто сталкиваться с такой проблемой. Напоминаю, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года номер 390 о противопожарном режиме. Руководители организации обеспечивают исправное состояние пожарных гидратов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время. Доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидратам в любое время года. Пожарные проводят регулярные проверки состояния источников наружного противопожарного водоснабжения. Последний раз она состоялась осенью 2017 года. По итогам проверки в Рязани находится 2267 пожарных гидрантов, 10 из которых неисправны. По словам представителей МЧС города, эта информация доведена до органов местного самоуправления. В настоящее время увеличивается количество пожаров в нежилых хозяйственных помещениях. Чаще всего причиной становится неосторожное обращение с огнем. В преддверии наступающего пожароопасного периода хотелось бы обратить внимание как ответственных должностных лиц, так и граждан на необходимость соблюдения правил по содержанию таких построек, в части ограничения доступа посторонних лиц, уборки территорий и надлежащего их содержания. Сотрудники МЧС порекомендовали рязанцам обратить внимание на входы и выходы в таких сараях. В противном случае ситуация может иметь печальные последствия. В такие хозяйственные постройки могут забираться люди без определенного места жительства. А попытка рожать костер здесь обычно оборачивается пожаром. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».